Друзья, всем привет! Работаем над ошибками и обозреваем последний проект. В общем, была такая идея. Это ножи полностью собраны в 2019 году. Мне хотелось сделать их по-особенному. Ровно как год назад, помните, мы варили с вами ламинат. Мне тоже захотелось сделать ламинат и оформить его как-то по-особенному. Но, как всегда, все пошло не по плану. Но это об этом позже. В общем, проект родился из одного куска рога. Вот из этого. Он у меня валялся в коробке и он был очень ровненький, классный. У него была классная фактура. И я ходил, смотрел на него, думал, как же его обыграть, какой же под него проект сделать. И придумал вот такой вот нож. Широкий, недлинный достаточно. С немножко приподнятым кончиком. Видите, он чуть-чуть приподнимается. Где-то миллиметра на три от линии обуха. Но мне показалось так гармоничный. Вот вместе с такой вот приопущенной рукоятью. Вот. И под этот нож я решил сделать вот такие вот ножны с такой вот вставкой из камуса лося. Камус это мех с ноги лося. Вот так он выглядит. Его используют охотники. Оббивают им охотничьи лыжи. Чтобы они ехали только в одну сторону. Так скажем, по шерсти. Это мне Юрий Белов прислал. Юра, вот он, камус. Вот. Они гармонируют немножко по цвету, по оттенку. Поэтому мне показалось, что уместно его использовать. Вот такая вот идея. Значит, какие были трудности? Значит, ламинат, который я варил, два пакета. Один не сварился полностью, а второй сварился, но было много непроваров. Пока я их все убрал, он сильно похудел и по размерам не подходил никак. Поэтому я его отложил. На самом деле, сварить руками ламинат, чтобы получился широкий пакет. Вот. Под эти клинки, они широкие, нужен, соответственно, широкий пакет. У меня пластины там стали исходных, они определенных размеров, там больше, меньше нельзя сделать. Поэтому была опасность, что, короче, широкие пластины, значит, много ковки. Много ковки, есть вероятность, что центральный слой в ламинате, он начнет очень сильно гулять и выйдет там с одной стороны ближе, там, с другой стороны. Короче, не по центру он выйдет. Вот. Соответственно, я от этой идеи пришлось отказаться. И просто моносталь здесь начал использовать. Значит, вторая трудность. Здесь я использовал медь, 8 мм толщиной, очень вязкий металл. Два сверла убил, два бора сломал, пока приноровился к ней. Очень вязкая, все налипает, то есть, нужны небольшие подачи, легонький нажим. И тогда возможно с ней работать, по чуть-чуть снимая. Вот. Значит, так. Это была еще одна трудность. Ну, еще мне писали, что вот здесь вот, это часть хвостовика, то есть, хвостовик проходит вот здесь насквозь. На нем нарезана резьба. Резьба 3 мм. Ну, больше не получилось, потому что, как бы, какой обух, такое-такая здесь и резьба. Вот. Можно было бы, конечно, шпильку наварить большего диаметра, но мне как-то не хотелось. Вот. Так вот, было, как бы, такое пожелание от многих расклепать вот это вот место, чтобы было покрасивее. Но расклепывать не стал, потому что опасно. Здесь большой изгиб, да, соответственно, я бы колотил там, сила была бы вот так приложена, да, а ось клинка вот так. То есть, смещение, да, оно могло бы там как-то, не знаю, гулять, играть. Короче, не стал ее рисковать. Несмотря на то, что там все клеем пролито, да, ну, практически насквозь, как это я смог там туда залезть. Вот. Так. Так что, вот так, медь. Еще вторая трудность в том, что, вот, например, вот этот рог, как я уже говорил, он прям вот, прям вот он четенький. То есть, здесь по минимуму пришлось там снять. И то вот здесь вот пришлось снять, но чтобы это место было тоньше, чтобы облегчить посадку в ножны. Потому что вот здесь в самом широком месте 25 миллиметров шириной, здесь чуть-чуть потолще было. Ну, короче, слишком массивно. Поэтому пришлось здесь немножко пожертвовать текстурой, так сказать, в пользу практицизма. Вот. Здесь, видите, рог вот этот, он уже не такой симметричный. Он, у него вот эта часть более выпуклая, вот эта менее выпуклая. Поэтому можно было бы, конечно, здесь стесывать, но здесь пришлось бы вообще всю фактуру вот убирать, чтобы выровнять. Поэтому есть небольшая симметрия, но я не стал, не стал вообще. Ну, рог, как бы и рог. На самом деле, вот такой рог прямой найти, это очень большая проблема. Потому что вот сколько рогов мне присылали, там вот у меня коробка лежит. Ну, вот, вот к этому, вот к этому, вторую пару я нашёл вот этот самый прямой. Все остальные ещё хуже. Вот. То есть, ещё одна проблема была в этом. Ну, и следующая проблема была именно вот в обработке вот этой вот вставки из камуса. Это, короче, долго я только потом под конец понял, как более-менее с ней работать и что нужно делать. Потому что она сама по себе, вот эта штука, она толстая. Она очень толстая. У неё вот здесь вот мездра миллиметра там три, ещё плюс шерсть там миллиметра три. То есть, вставка миллиметров шесть. Чтобы вот этот вот сэндвич из слоёв кожи не был шибко толстый, пришлось обрабатывать. То есть, у меня была идея отшерфовать вот эту часть, то есть, срезать. Но не получалось, потому что вот эти вот волосики, они очень глубоко посажены, так скажем. Начинаешь шерфовать, срезаешь луковицу у этих волосиков, и они вываливаются потом с другой стороны. То есть, шерфовка здесь уже, короче, ну, здесь максимум можно вот эти вот сухожилия, там ещё что-то ещё можно срезать. То есть, она замачивается в горячей воде там где-то час, а потом вот это вот всё вычищается. Так. То есть, пришлось ещё вот с этим делом помучиться. Ну, и вообще, она как бы, я не умею выделывать кожу. По идее, их когда выделывают, там добавляют какие-то, может, дубильные вещества или ещё что-то, чтобы она была эластичная, мягкая, как вот эти шкурки. А здесь она прям как фанера. Вот. Ну, я не изучал, потому что, не знаю. Вот. У меня осталась одна. Может быть, сделаю ещё одни, и всё на этом закончится. Поэтому не стал я глубоко вдаваться. Вот. Так что, вот такие вот, в принципе, были трудности. Значит, ножи достаточно тяжёлые получились. И вместе с ножнами каждый весит 350 грамм. Ну, потому что здесь рог мясистый, потому что здесь много цвет мета, хвостовик через всю рукоять проходит, много кожи. Поэтому вот так. Значит, по материалам я уже, не знаю, говорил, не говорил. На клинке У-12А зонная закалка через обмазку. Вот здесь вот интересная такая получилась волнистость. Вот здесь вот такая вот. Медь 8 мм, рог оленя. Вот. Какого оленя, не знаю, не помню. Но какой-то он-то необычный. То есть, у меня есть разные рога оленя. И они все, короче, разные какие-то. Вот. Здесь кожа комбинированная. Есть кожа растительного дубления. Вот здесь вот сверху какого-то синтетического дубления. И вот этот камус. Вот. Значит, по размерам ширина у обоих 41 мм, длина 123 мм. Так, толщина в обухе вот здесь 3,4 мм, а вот здесь 3,2 мм. Значит, на клинках я сделал уже здесь полноценный ограничитель. То есть, тупьё в качестве ограничителя. Вот так, по-правильному. То есть, раньше, если помните, у меня спуски прямо отсюда начинались. Вот от этой радиусной части. Теперь здесь есть тупью, есть чоэл. Ну, мне захотелось так. Я ни разу не делал. Вот. Несмотря на то, что так получается, как бы режущая кромка короче. Но зато здесь безопасно. Причём толщина вот здесь вот на обоих клинках в районе 3,1 мм. Соответственно, мы в допуске по ГОСТам. И это не холодное оружие. Вот. По ГОСТам там до 3,5 мм можно смело. Так, 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 так. Так, размеры, значит, длина рукояти на обоих по 120 мм. Ну, толщина, как я уже говорил, 25 мм в самом широком месте. Очень ухватистая. Просто вот в руке, короче, классно. Вот. Так. По косякам. Ну, тут особо-то нечего. Вот поближе можете посмотреть. А, забыл ещё самую главную. Трудность-то, с которой столкнулся. Почему? Значит, дело в том, что рукоять на этом ноже, она была собрана и подогнана на чистовую до склейки. Понимаете, да? То есть, был полностью сделан бойстер, на него нанесена фактура, зачернён, подогнан к нему рог, потом подогнан рог с этой стороны, подогнан тыльник. Всё подогнано. И только после этого всё склеено было. Вот кто-то спрашивал, как, типа, мне удается сохранить фактуру там при обработке рукояти, чтобы на гриндере не цепануть. Всё это обрабатывается до склейки. И вот в этом большая проблема, потому что приходится постоянно рукоять разбирать, постоянно собирать. То есть, и ты скачешь, как бы, от гриндера к рукояти, от рукояти к бормашинке, от бормашинки к гриндеру, постоянно разбирать, собирать. Вот эти вот качели очень сильно напрягают. Поэтому этот проект, вот он из-за этого, да, вот из-за этих вот рукояти и вот из-за этой вот шкуры здесь на вставках, он сложнее, чем всё, что я когда-либо делал. Вот. Ну, ламинат, конечно, варить тоже. Вот. Если бы ещё ламинат удалось сварить, то это был бы точно самый сложный проект из всего, что я делал. В общем, так. Чуть-чуть я затонировал вот эту часть рога марганцовкой, потому что она была прям сильно белая. А так она стала чуть-чуть с желтизной под цвет вот меха светлой части. Вот. Косяков вроде бы здесь никаких нет. Вот здесь вот есть чуть-чуть беленькая точка, это я бормашинкой цепанул, когда обтачивал, не помню, что обтачивал, но что-то обтачивал. Вот такой вот хамон. Вот такой вот рог. Ну, здесь вроде бы тоже всё нормально. Подгонка Больстера. Вот так вот всё. Значит, по ножнам теперь, смотрите, есть небольшой косяк со швом, то есть шов не совсем ровный, в частности, вот здесь. Происходит это потому, что вот под этим слоем, да, вот этой вот кожи, находится достаточно толстый слой меха. Соответственно, чтобы этот мех не торчал здесь с торца, он имеет меньшую ширину, чем общая ширина. Да, он заканчивается где-то вот между вот этими двумя швами. Вот. Ну, сильно его всё равно там не прошерфуешь, да, концы. Там мех сильно не прострижёшь, вот я и пытался. Поэтому, когда обтягиваешь его вот этим вот верхним слоем, у тебя всё равно вот здесь вот получается как бы, ну, понятно, да, такой изгиб. Ну, его видно, вот, как бы изгиб. Ещё даже до того, как мы сюда первый раз засунем ножны, ещё когда она вот такая плоская, всё равно изгиб уже здесь есть. И, соответственно, когда я начинаю сверлить вот это вот, да, отверстие под этот шов, я сверлю как бы на склоне получается, да. И сверло норовит всё время убежать вот в эту сторону. Вот. Вот, например, вот здесь, да, с обратной стороны, здесь сверло было перпендикулярно поверхности, и здесь шов более-менее нормальный. То здесь, конечно, вот он у меня скакал, вот, здесь ещё хоть как-то удалось там поровнее сделать, вот здесь вот портит общий вид. Вот, это первый косяк. И второй косяк, вот если вы посмотрите на эти двое ножен, да, внимательно, и найдёте, где здесь косяк, может быть, не сразу увидите, но он есть. Дело в том, что вот здесь вставка мех расположен, ну, так как нужно, мехом вниз, а вот здесь мехом наверх. Короче, вот, я это увидел очень поздно, у меня просто две шкурки было выделено, вот, ещё, конечно, третья, но её выделывать долго, она сохнет два дня, и я просто уже не успевал. Поэтому внешний вид никак не от этого страдает, но немножко есть какая-то вот дискомфорт, когда вот так вот пытаешься погладить. Ну, в общем, в общем, вот так, друзья. Вот такие вот ножи, вот такой подвес на полукольце, сам подвес я усилил, здесь двойная кожа, то есть вот это вот два слоя кожи. Ну, потому что ножны тяжёлые, ножи тяжёлые, я решил здесь вот всё усилить. Здесь тоже двойные стежки, вот здесь двойной стежок, короче, вот так. Ножи в ножнах фиксируются хорошо, без каких-то проблем уже, то есть вот так засовываются, достаются, ну, нормально, приемлемо. Несмотря на то, что вот здесь вот очень толстые они, вот, всё равно нормально. Вот. Так что вот такие вот ножи получились, короче, короче, вот так, друзья. Всё, всем спасибо, кто смотрел, всем пока.